Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И давайте сегодня вместе вспомним святых Косьму и Дамиана, известных чудотворцев-целителей, бессребреников, безмездников. Безмездники, то есть без мзды, они не брали никакой совершенно награды, никакой платы за свои исцеления чудесные. Кстати, они поминаются в Напроскомидии, вот когда готовятся святые дары к литургии, то там вынимаются из дьяконской просфора, где девять чинов святых. И вот там как раз вспоминаются святые Косьма и Дамиан. И я, кстати, сразу вспоминаю, что в деяниях Седьмого Вселенского Собора, Седьмой Вселенский Собор, это 787 год, когда утверждалось иконопочитание, то есть иконы были до этого, но из иконоборчества, вот много было таких, и со стороны политической власти, гонений, потом богословские всякие баталии. И вот утверждение, иконопочитание, и богословские доводы. И вот на Седьмом Вселенском Соборе специально зачитывались случаи помощи от святых икон, и там упоминалось два чуда от образов святых Косьмы и Дамианы. И вот это зачитывалось буквально на деяниях Седьмого Вселенского Собора, ну в частности, там что было зачитано, что один человек очень сильно страдал от нарыва, на бедре его находился нарыв, который не заживал, какая-то вот язва такая, даже не нарыв, а язва, может быть, это что-то было такое, онкологическое какое-то заболевание, сейчас трудно сказать, но никакие лекарства не помогали, мази там всякие, вот целительства, травы, даже пытались проводить хирургические операции, ну видимо как-то пытались зашить, но ничего не помогало, и он уже отчаялся совершенно в исцелении. И вот он услышал про храм святых Косьмы и Дамиана. А уже храмы к тому времени, к восьмому веку, достаточно много строились в честь именно, в честь и память святых Косьмы и Дамиана, и они очень прославились действительно как такие целители, чудотворцы, которые из небесного мира помогают нам, грешным, страдающим разными недугами, которые на земле находятся. И вот он услышал про их храм и вот воодушевился, и ночью ему как раз являются оба брата, святые Косьма и Дамиан, и говорят, чтобы он пришел к ним, и он получит исцеление. И вот он приходит в этот храм, молится, живет при храме, но исцеление не наступало, и прошло так вот уже почти целый год, казалось бы, почему-то все так, ну видимо Господь испытывал его. И потом он, вот что самое главное, почему это зачитывалось на седьмом Вселенском соборе, в этом храме была икона, на которой изображается Спаситель, а перед Спасителем Божьей Матерь и святые Косьма и Дамиан. Вот как бывает, знаете, у нас, да, Спаситель, Божья Матерь, Святитель Николай Чудотворец, или иногда там Святой Иоанн Претеч, или бывает преподобный Сергий Радонежский, то есть такие вот избранные святые. И вот тогда вот подчеркиваю, что святые Косьма и Дамиан, они в некоторых местах очень почитались, и этот больной человек молится вот перед этим образом, то есть Спасителю и Божьей Матери, святым Косьму и Дамиану, Чудотворцем. И вот тогда-то он получает исцеление, то есть полностью проходит у него вот эта язва, не заживавшая, ничего не помогала, а тут чудесным образом, благодатью Божией, потому что так помогли святые целители. А второе чудо, зачитанное на седьмом Вселенском соборе, относилось к одному военному человеку по имени Константин, его направили в город Лаотикию, где он должен был проходить службу, а у него вот на шее висел образок с иконы, образок, где запечатлены были святые Косьма и Дамиан, то есть он их тоже вот почитал, и он направился туда, а служба долго шла, и вот за это время он там даже женился, и вскоре после его женить бы вдруг у его жены на щеке появляется какой-то нарыв, как помочь, непонятно, и, ну, а он говорит, что вот если бы дома, вот там, где, откуда я родом, то там бы ты чудесным образом получил бы очень быстрое исцеление, и почему-то он забыл вот про свой образок, вот этот кулон с образом святых Косьмы и Дамиана, который носил, и вспоминал, что вот там вот как раз очень многие получали исцеление от образа святых Косьмы и Дамианы, и говорит, вот там бы получили исцеление, а здесь даже не представляю, но жена его, она воодушевилась, и после этого ей ночью вдруг являются два мужа и говорят, что не бойся, потому что мы рядом, и она тогда рассказывает про это видение своему супругу, что оказывается святые, она поняла, что это святые Косьма и Дамиан, и они находятся рядом, и тут он вспоминает, что оказывается он принес с собой вот этот образок, кулон, и он его находит, показывает жене, и когда она увидела, то она узнает по образу как раз тех двух мужей, вот двух родных братьев святых, которые явились ей во сне, и после этого у нее происходит тоже исцеление, то есть вот так они очень активно из мира небесного помогают, и поэтому мы и молимся, поэтому на каждой проскомиде имена их особо поминаются, и вот кто же они были, но не скрою, что здесь вот немножко такая особенность, что на самом деле у нас в православной церкви три пары святых братьев с именем Косьма и Дамиан, ну вот так вот получилось, и ученые долго ломали головы, они высказывали там разные гипотезы, и вот именно вот известны святые Косьма и Дамиан осийские, которые вот в Азии, да, малоазийские, потом святые Косьма и Дамиан римские, и еще Косьма и Дамиан аравийские. Уж как так получилось, вот трудно сказать, но так или иначе из небесного мира они являются, они подтверждают свое реальное существование, чудеса эти действительно запечатлены они в истории, и мы вспоминаем сегодня именно римских братьев святых Косьму и Дамиана, то есть тех, которые жили в городе Риме, это вторая половина третьего века, и не то чтобы в самом Риме, а было селение возле Рима, они происходили из такой благочестивой христианской семьи, и видимо родители их были такие вот люди-состоятели, ну конечно не самые, не самого может быть высокого уровня, не какие-то там совсем сенаторы, но все-таки состоятельные, потому что детям они смогли дать хорошее образование, тогда это очень дорого стоило в те времена в Римской империи образование, и самое главное, они их приобщили благочестию, искреннему благочестию, и вот когда возрастают Косьма и Дамиан, то да, они получают еще медицинское такое вот образование, и для того времени это считалось очень значимо, потому что ты не мог не только вот поддержать себя там родных, близких, но все врачи это были люди очень обеспечены, потому что врачебное ремесло оценивалось очень и очень высоко, и вот как, а святые Косьма и Дамиан, они в каком-то смысле начали вот ломать шаблон привычный, потому что они исцеляли совершенно безвозмездно, то есть да, вот они получили, конечно, вот эти врачебные навыки и знали там и теорию, и практику, и как действуют какие лекарства, какие мази, вот там как вправлять кости, лекарственные действия различных трав и так далее, отвары приготовливали, ну врачи были в то время универсальны, но на уровне той медицины, но при этом совершенно не брали платы, наоборот, сами помогали другим. И вот будучи христианами, когда уже родители покинули мир земной, то они начинают жертвовать много бедным, нищим, кормить голодных и за счет вот такого милосердия просвещают людей и проповедуют веру Христову. И очень многих они крестили. И тут вдруг люди заметили, что часто исцеление наступает вовсе не потому, что они давали какие-то лечебные препараты, а из-за того, что они молились Господу Иисусу Христу и возлагали руки на больного, и больные исцелялись. И сами святые Косьма и Дамиан, они прямо так и говорили, что вот мы только на вас возлагаем руки, но исцеляет вас благодать Господа Иисуса Христа, имя которого мы призываем в наших молитвах. И вот это-то к ним как раз и привлекало людей. И там рассказывается, конечно, в сохранившихся житии. Очень много таких примеров и случаев, как разных безнадежных больных приводили. А потом даже кто-то прифел больную корову, потому что он думал, даже можно или нет. Но когда у человека не очень обеспеченные коровы, если она умрет, то для простого сельского жителя это действительно горе. И святые братья, они, конечно же, проникнулись состраданием и вылечили эту корову. То есть благодать Божия, она действует вообще на все. И на человека, на его душу и на его тело. Она действует на окружающую нас природу, так что могут преображаться растения, могут в безводных местах источники появляться. И на животных, потому что и животные тоже исцеляются от своих недугов. Ведь в раю не было никаких болезней, смерти тоже не было. Немножко другой был мир. Никаких там вот этих бессмерно умножающихся паразитов и прочих там всяких микробов. То есть это было что-то другое, но наполненное и украшенное благодатью Божией. И вот даже животных, бывало, они исцеляли. И самое главное, конечно, людей. И люди через это принимали Господа Иисуса Христа, крестились, направляли их к священнослужителям, которые крестили их. И из-за этого, конечно, на них донесли. Потому что это вторая половина третьего века. И напомню немножко, что, конечно, сколько было? Вот десять самых таких крупных гонений. Десять в целом до Константина Великого. Но были там всякие мелкие в промежутках. Начиная с императора Трояна, это с начала второго века, вообще имя христианин считалось запрещенным. И достаточно было признаться, что ты христианин. И это уже служило формальным поводом, чтобы тебя там подвергали каким-то пыткам, могли даже убить, конфисковать имущество. В середине третьего века гонение Деки Трояна. Деки Троян, он хотел полностью уничтожить веру Христову. Но судя по тому, что сам Троян, Деки Троян, он правил всего два года, ему, конечно, не удалось это. То есть, Божий промысел не допустил. Всего два года он правил. Но и судя по тому, что вот такие молодые люди, как Косьма и Дамиан, возрастали, воспитывались, и они были не единственные христианские такие вот юноши, молодые люди, то все-таки не удалось, конечно, веру искоренить. И вот наступает 284 год, и мы понимаем, что они вовсе не, повторим, что они там не пожилые, они были еще в таком достаточно молодом возрасте. И император в это время был Карин. Время он тоже относительно недолго правил, ну, был язычник, и вот доносит на святых Косьму и Дамиана. И другие жители того селения их предупредили. И они даже их спрятали, потому что хотели, чтобы дальше через братьев продолжались чудеса исцелений. Но что получилось? То, что воины, направленные схватить святых Косьму и Дамиана, видя, что их нет, они берут, ну, как бы заложников, да? А может быть, как? Просто вот обозленные, что, ну, вот вас нет, зато найдем других христиан, и они хватают других селян, которые тоже исповедовали христианскую веру из этого поселения, и введут их в Рим. Главная задача, конечно, не была решена, потому что надо было брать наиболее активных таких членов церкви. Таковыми были Косьма и Дамиан, проповедники веры Христовой. И вот они, значит, уводят. И когда святые Косьма и Дамиан узнают, что вместо них взяли других, то тогда они решительно идут, да, вот приходят к этим воинам, просят отпустить ни в чем не повинных, и сами отдают себя в их руки, говорят, мы есть те, кого вы ищете. Ну, и тогда их вот ведут в Рим на допросы, в начале там вот заключения, да, там процедуру вот этих допросов, чтобы потом уже подвергать их пыткам, то есть, сходу могли этого не делать. И во время вот этих допросов, что нам сохранилось известно, что их пытались уличить в двух вещах. Это в чародействе и, значит, в неспровержение языческой вот этой вот многобожной веры города Рима, потому что в Римской империи язычество считалось государственной религией, и каждый римский гражданин обязан был почитать римских богов. То есть, считалось так, что если ты вот будучи римским гражданином не чтишь римских богов, Юпитера, там прочих, Сатурна, там, ну, много всяких, вот, если ты не чтишь, то значит, ты не уважаешь само римское государство. Но ведь христиане как раз и составляли вот лучшую часть наиболее чистых вот представителей, искренних, совестливых представителей Римской империи, за счет них вот как раз государство, может быть, и держало за счет того, что были такие чистые, умные, самоотверженные люди, но действительно, что они действительно не чтили богов, но чародейства не было никакого, и они говорят, что мы лечим людей вовсе не колдовством, а призывая имя Господа Иисуса Христа, да, то есть первое обвинение, в принципе, они как бы вот отвергли, да, но а второе тут было естественно, что они действительно не чтили ложных богов, потому что все эти языческие боги не суть боги. И тогда, конечно, им грозила такая вот смерть, но при императоре Карине, в принципе, вот так скажу, что гонения не были такими ожесточенными, то есть не было острой фазы, да, вот оставались какие-то, ну, вот то вот правило императора Трояна, что если христианин, то да, тебя вот могут подвергнуть пыткам, чтобы принудить, попытаться принудить тебя вернуться к прежней языческой вере. Но на самом деле существовало много христиан, и, в принципе, многие римские административные лица, они относились терпимо к этому, потому что сами были формальными язычниками. И вот при императоре Карине в 284 году не было острой фазы гонений, он, сам император, не выступал инициатором гонений, ну и, видимо, как язычник был такой теплоохладный, поэтому в житии святых Косьмы Дамиана Римских мы не видим, чтобы их подвергли вот истязаниям, а там что, и не убивали их. Но там еще приводится какое чудо, что в это время император, с ним случилось страшное такое наказание, вот когда он упрекал как раз святых братьев-чудотворцев, у него искривилась шея, искривилось лицо, то есть, видимо, поражены были какие-то нервы, так что вот он потерял свой прежний вид и в таком жалком состоянии пребывал перед всеми, кто на него смотрел, и тогда вот обратились как раз к самим святым Косьму и Дамиане, чтобы они помолились и исцелили императора. И их молитвой действительно император был исцелен. Вот, кстати, действительно сохранились некоторые сведения, что император Карин вот в какой-то момент действительно был поражен такой болезнью, искривлением шеи, вот, ну, такие очень обрывочные, краткие сведения. И, в общем, после того, когда вот было некое такое благодеяние оказано, их отпускают. Но вот как писал древний апологет святой Иустин-философ, подлинным инициатором всех гонений был дьявол, который завидовал христианам за то, что христиане обрели силу, побеждали там демонов, изгоняли и задержимых бесов, освобождали людей, исцеляли силы христовой. И поэтому именно дьявол где-то вот вкладывал мысли вот в умы незащищенных благодатью людей, чтобы они гнали, преследовали христиан. И поэтому, конечно, святых Косьму и Дамиана не могли оставить в покое, потому что обеспокоен был сам дьявол их такой вот успешной деятельностью. И тут что получилось? То, что он вкладывает зависть к их прежнему учителю, врачу, который вот обучал их врачебному ремеслу когда-то, да, они же проходили обучение, и они у него учились, и получается так, что они стали более известны, чем он. И у них исцелялись массово, да, но исцелялись-то не ради врачебного ремесла и искусства, хотя они никогда не враждовали против врачебного искусства, а исцелялись благодатью Христовой. И вот этот врач, наполнившись завистью, решил их погубить, он был язычником, и, в общем, он пригласил как-то их в горы собирать какую-то редкую траву, которая обладает определенной целебной силой, и повел их с собой, ну и, в общем, разделил их одного от другого, и потом вначале вот одного убил камнями, а потом и второго, и мощи их, святые тела их положил где-то там в колодце, и, в общем, вот так окончили они свою жизнь, да, но христиане про них, конечно же, не забыли. Почитание святых Косьмы и Демиана было очень и очень великое, даже хотя, вот, может быть, вот так вот скорбно святые переходят, скорбным образом таким переходили святые в мир иной, но зато на небесах они, будучи в славе Христовой, помогают всем, кто действительно от сердца молится им. И храмы, посвященные святым Косьме и Демиану, они были очень распространены и в древнее время, ну и у нас, конечно, вот в Константинополе был такой, он назывался Космидион, Космидион, храм в виде базилики, то есть такой вот как вытянутый храм, продолговатый, а потом и монастырь, посвященный святым Косьму и Демиану, и назывался он Космидион, считается, что его построил друг детства императора Феодосия-младшего по имени Павлин, ну, были такие вот и редкие имена, и как сейчас, допустим, есть там Лев, да, вот, были там вот Мамонт, но это вот Павлин, и он выстроил храм, посвятив его именно святым целителям Косьме и Демиану, и потом, правда, он впал в немилость, был изгнан, умершлен, но храм остался, и в этом храме как раз многие получали исцеление, и известно, что император Юстиниан Великий, вот тот самый известный император, при котором был расцвет Византийской империи в VI веке, который построил собор, ну, точнее, как бы перестроил, перестроил собор Святой Софии, Великой Константинопольской, да, как самый высокий храм, более тысячи лет считался вот этот собор Святой Софии Константинопольской, потом послы князя Владимира туда приходили, да, и вот Юстиниан Великий, вот он однажды очень сильно заболел, и уже не приглашали никаких врачей, потому что понимали, что дело безнадежно, исцелить его не удастся, и по его просьбе его как раз вот принесли к храму святых Косьмы и Дамиана, вот в этот монастырь, Космидион, положили прямо вот у дверей храма, и вот он там лежал обессиленный, и когда он погрузился в сон, то увидел святых Косьму и Дамиана, которые милостиво к нему склоняются и исцеляют его, и он пробуждается, восстает совершенно здоровым, и это действительно произошло такое чудо, исцеление императора Юстиниана Великого, и он после этого восстанавливает, то есть проводит некие там реставрационные работы в храме святых Косьмы и Дамиана, вот этот Космидион, ну как бы в знак своей благодарности. Потом еще известно, что преподобный Феодор Сикиот, он жил на рубеже VI-VII веков, он тоже получает исцеление от святых Косьмы и Дамиана, над изголовьем его кровати располагалась икона святых Косьмы и Дамиана, и вот как-то он очень сильно уже разболелся, что казалось, вот умрет, и даже увидел, как пришли ангелы, чтобы забрать его душу, но он начинает молиться и думать, что он еще недостаточно раскаялся в своих грехах, когда еще недостаточно Богу послужил на земле, и, в общем, являются ему действительно тоже святые Косьма и Дамиан, и они с ним беседуют, и он их просит, чтобы они умолили Господа, и тогда они говорят ангелам, которые кружат, вы подождите, пока забирайте его душу, и мы вот обратимся к небесному царю. После этого действительно вот они ненадолго отлучаются и потом появляются с более святоносным таким ангелом, который сиянием превосходил сияние тех ангелов, и он говорит, что вот дается ему еще время для жизни и служения Богу, и очень много было учеников преподобного Феодора Секиота, и вот этот самый святоносный ангел с другими ангелами удаляются, а святые Косьма и Дамиан, они тоже вот некое наставление еще ему преподают, и после этого ведение заканчивается, преподобный Феодор поднимается исцеленным. То есть даже они помогали святым, которые, ну, казалось бы, вот сами они, преподобный Феодор Секиот вел очень такую высокую духовную жизнь, но тоже нуждался в помощи святых Косьмы и Дамиана, и почитание их поэтому очень было велико, и в наши дни про это нужно помнить и восстанавливать память святых, потому что мы знаем, что есть, конечно, вот храмы в честь Косьмы и Дамиана, да, есть там вот улицы Космодемьянские, вот вспоминаем Зою Космодемьянскую, да, которая в годы Второй мировой войны, вот она своим вот подвигом, ну, старалась, как вот, она исполняла те вот приказы, которые давали ей, направлявшие ее командиры, может быть, там не все было удачно, но сама эта фамилия Космодемьянская, она из духовного сословия, и вот нам постоянно это встречается имя, а кто они, многие уже не знают, и зачем они нам тоже многие не понимают. А святые Косьмы и Дамиан, вот как они в том видении, это то, что было зачитано на Седьмом Вселенском Соборе, вот сказано, что мы находимся рядом, да, ну, тогда это имелось в виду, что поскольку иконочка рядом, но и на самом деле небесный мир, он всегда рядом, и если ты вот молишься от сердца, таким искренним, чистым сердцем, да, вот как воздохнуть прямо от самой души и обратиться к святым Косьме и Дамиану, они, конечно же, услышат, вот, и молитвы наши тоже принесут перед престолом Божиим, и Господь может помочь, поэтому обязательно нам надо их помнить, чтить, прикладываться к их святым изображениям и молиться им самим. Святые Косьму и Дамиане, молите Бога о нас. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok